Защитить новорожденного от обстрела и радиации. В Запорожской области роженицам приходится прятаться в убежищах роддомов и запасаться йодом. Риск аварии на атомной электростанции в Энергодаре сохраняется. О тревогах беременных и женщин, которые только стали мамами, расскажут наши коллеги. Через несколько дней после того, как российские войска вторглись в Украину, Марина узнала, что беременна. О своей беременности я узнала на третий день войны. Мы планировали ребенка. Но когда началась война, были смешанные чувства. И мы не знали, радоваться беременности или нет. Сейчас девушка с мужем запасаются таблетками едидокалия на случай аварии на Запорожской АЭС. В последние недели возле реакторов, работу которых контролируют российские войска, регулярно слышна стрельба. Сирены напрягают, особенно когда это будущая мама. Конечно, ты переживаешь за себя и за своего ребенка. Валентина с дочерью уже ждут выписки из роддома. О плохом молодая мама старается не думать. С начала войны я знала, что я беременна. Мы планировали этого ребенка. Так что, ну, конечно, потом много было переживаний. И все говорили, чтобы уезжали и тому подобное. Но мы решили остаться. Несмотря на все угрозы, пока семья уезжать из родного Запорожья не планирует. Это, наверное, одно из самых страшных, что может быть. Тут еще надеешься, чтобы ничего не прилетело к тебе именно. А если прилетит уже туда, то оно долетит до нас всех, наверное. И не успеем мы эвакуироваться вряд ли. Это же будут такие и очередя, и все остальное. И на дорогах, и все, и с ребенком. Это нереально, мне кажется. Это очень страшно. Этот роддом находится в 50-километровой зоне потенциального радиационного заражения. Однако медики на случай аварии подготовились. Персонал сделал запас еды и воды, которого хватит минимум на 7 дней. И установил все необходимое оборудование для родов под землей. Я надеюсь на здравый смысл, который должен пробудиться у этих людей, делающих страшные вещи. Они должны вспомнить, что происходило в Чернобыле, и как это страшно. И если что-то произойдет сейчас, это будет страшно не только для нашей страны, но и для России. Вместе с тем, медработники опасаются, здание может стать мишенью для российских солдат. Сразу вспоминается Мариуполь. И там, когда попали в родильный дом, где находились дети, тут понятно, что ничего святого нет у этих людей. И когда в пабликах обсуждают наш родильный дом, естественно, аналогия проводится. Мы хотим заявить всем, что у нас в родильном доме нет военных. И пусть видят русские, что здесь нет военных. И у нас тут только персонал, беременные женщины, женщины с гинекологическими патологиями и новорожденные дети. Ежедневно на свет здесь появляются около пяти малышей. Во время каждого оповещения о воздушной тревоге, мамы, беременные и врачи спускаются в убежище.